Помимо миллиарда китайцев, в Китае проживает еще 56 народностей. Говорю это не случайно. Мы прибыли в этнографическую деревушку, выстроенную специально для туристов. Это культурный центр двух коренных народов острова Хайнань. Ли и Мяо. Мяо и Ли. Особая достопримечательность — фольклорные бабушки с ткацким станком на вытянутые ноги. Бабули песни не знают, потому как разговаривают на языке Мяо. Китайский не учили. Ох, тонкая работа. Главное зрелище, куда туристы толпой — это, безусловно, фольклорное шоу. По-настоящему красочное и шумное зрелище. Я, конечно, больше всего запомнил длину девичьих юбок. Это про них говорят, что, мол, не юбка, а пояс. Танец «Прищеминога». Танец «Прищеминога». Танец «Прищеминога» Это даже не танец, а скорее игра. Парные бамбуковые палки двигаются в ритме, а ты должен, не задев их, успеть перебежать на другую сторону. Будем разучивать. Окей, я готов. Бамбуковый танец, так он называется, был чистым развлечением крестьян. Родился естественным способом на стельхозугодиях. Исполнялся на праздниках, в том числе и по случаю окончания пассивных работ или сбора урожая. Если поначалу я что-то вроде бы запомнил, как заканчивать этот танец, я не знаю. А, ну понятно, Лил. Вот это другое дело. Это окей. Окей. Так. Покажи еще раз. Я не запомнил, еще раз покажи. Вроде все просто. Особенно, когда палки обездвижены. Окей. Покажи. Покажи. Не, похоже, надо завершать. Дискач на бамбуке. Простите. Я просто как бы… Сейчас. Я, знаете ли, плохо танцую, но зато хорошо пою песни. Все. Говорит, не дергайся, я буду держать тебя за палец, все сделаю сама. Хорошо. Получилось! Еще чуть-чуть и пришлось бы на карте записывать танец бамбука. А нет, все сложилось. И это все-таки бамбуковый танец на острове Хайнань. Под самый финал концерт народов Ли и Мяо подарил нам еще один аудиообъект для акустической карты острова Хайнань. Звук, пищащий на всю округу. Сразу интересно. Сразу разберемся. Повторяю, что-то посеяли больше. Городистов. Расскажите пожалуйста, для чего вообще свистели с помощью листьев? Что-то определенно нужно просвистеть, чтобы признаться в любви. То-то можно. Вы женаты? То есть вы, когда с ней познакомились, вы просвестили ей мелодию? О, все заметили, как засветился наш свистун? И что вспомнить? Есть! Король свистун свистит с помощью листа фикуса. Надо тоже попробовать. Тем более угрозы нет. Карман пуст и до вечера не предвидится изменений. Можете меня научить? Я очень хочу научиться. Нет, я как бы... Как-как-как-как-как... Сломался первый музыкальный инструмент. Хорошо. Погодите, мы у нас в России играем на других листях. Сейчас, минуточку. Я вам покажу. А, нет-нет, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Нет-нет-нет, сейчас я сделаю, ребят. Сейчас, минуточку. Ну что ты будешь делать-то? Как бы не облажаться-то? Ну, это было «Е-е-е-сли б знали вы...» Вот из той фразы. Сейчас-сейчас. Нет. Вот здесь, господа, мне баранка. Ничего не получилось. Свист народа ли. Именно так заносим на карту. Это высокодецибельное искусство. Плясали-плясали, свистели-свистели, пели. Почти не пели. Ели? Совсем не ели. Исправляемся. Курица. Крылышки. Воробей? 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 Потому как хорошо китайский шашлычник произносит слово «волобей», понятно, что шампур с этой птицей идет лучше всего у российских туристов. Экзотика. И нас, добрый товарищ, угости, а. В голодные годы китайцы научились готовить все. Конечно, голод он ведь не тетка. Воробья я никогда не ел воробья. Удивляться, хвататься за голову «Как так? Как они это едят?» Не стоит. Жизнь заставила. Неужели действительно угостит? Просто вот так, за песню. Целый? Не-не, погоди. Просто так. Просто так. Тогда допоем песню. Да, да. Да, да. Да, да. Аммм. Сиво шья чан дефа. Теперь, да. Хайфон чуи. Хайла ю ю. Сиво пьяо. Ли Сифа. Спасибо. Спасибо! Спасибо! Птица есть птица. Папа всегда говорил, хорошая песня строить, жить и есть помогает. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова